Игорь Бойко Победа – это не главное Показать людям, что такое битбокс, потому что это развивается только все Чтобы люди знали, что такое, и что это на самом деле очень хорошее творчество Все выступления конкурсантов можно с уверенностью назвать яркими и запоминающимися Некоторые из них были посвящены Великой Отечественной войне Одним из таких номеров было выступление Алексея Легостева Который продемонстрировал зрителям и компетентному жюри военный монолог Кондрата Крапивы «Елки и палки» Достоина выступить первостепенная задача, которую поставил перед собой этот конкурсант Я все-таки, больше моя цель – хорошо просто выступить для себя А уже другая задача, второго порядка, это, ну, может быть, победить Но, в принципе, не главное В этом году в отборочных этапах областного молодежного проекта «Минута славы» приняли участие порядка 300 человек в возрасте от 13 до 25 лет Талантливые молодые люди – это выходцы из средних профессионально-технических учреждений образования, а также вузов Пять различных номинаций конкурса подарили участникам полную свободу самовыражения, благодаря чему 15 из них вышли в финал проекта «Минута славы» Ребята в этом возрасте довольно амбициозны Они хотят проявить себя, показать себя Они хотят получить свою минуту славы А вот какой это будет слава? Действительно ли она останется минутой? Или прирастет в нечто большее? Это уже зависит от их упорного, каждодневного труда На что, собственно, мы их и нацеливаем Лауреаты конкурса тем, кому удалось покорить уважаемые жюри, получили специальные дипломы и призы Победа в областном молодежном проекте «Минута славы» безусловно станет еще одной ступенькой для раскрытия и реализации творческих способностей и дарований молодых талантов Продолжение следует...